всем привет у нас сегодня обзор бюджетных сабвуферов первых в своем роде мы такие такие сабвуферы мы не обозревали это уровень м видео эльдорадо медиамарк вот они сегодня перед вами все к сожалению сравнить не получится сказать вам какой из них самый лучший но смысл теста ответить на вопросы на самые главные которые у вас при покупке возникают прежде всего задать эти вопросы потому что вы тот контингент людей которые покупают эти сабвуферы даже не знают вопросы какие задавать да что на что обращать внимание поэтому на вопросы ответим мы сегодня следующие у нас четыре самых важных вопроса первые это какого какой формы покупать коров трубу или квадратный с фазоинвертором или без это второй вопрос обращать ли внимание на производителя да там именитый пионер или там можно вот всякие супра гораздо более бюджетные молодые компании и нужен ли активный усилитель должен любили быть а сабвуфер активным покупать его сразу с усилителем или усилитель лучше докупить отдельно у нас супра и а цв со встроенным усилком активные сабвуферы так называемый и пионер в закрытом ящике без усилка мы разберем их посмотрим что это за усилители нужны ли они там вообще или лучше докупить отдельно усилок по ценам тоже сориентируемся то есть у нас бюджетом обозначили как пять пять с половиной тысяч рублей на сабвуфер у нас есть все эти сабву стоит в этом районе и послушаем их машине снимем а чеха какой сабвуфер на каких частотах лучше отыгрывает и возможно спалим или точно спалим точно спалим потому что нельзя нельзя оставлять их в живых поэтому эти сабвуферы умрут все посмотрим какой из них умрет раньше я еще раз говорю это не 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 супер объективный тест тут очень много но будет потому что машина будет одна в которой мы будем тестить эти сабвуферы по-разному могут вести себя в разных объемах но общее направление основное направление как выбрать сабвуфер куда смотреть на что смотреть я вам то есть основные четыре вопроса производитель какой формы фазоинвертор нужен или не нужен и должен ли быть сабвуфер активным можно ли не заморачиваться купить его такой или лучше докупить так и начнем обязательно будем троллить я прошу не обижаться производителей именно этих которые у нас сегодня здесь представлены и мы троллить будем по-любому я это точно уже знаю потому что троллинг начинается прямо с упаковки с того что написано то что люди читают и на что на чем основываются чтобы сделать выбор пользу того или иного сабвуфера который не видели еще вот этот обзор после него я думаю будет выбрать легче но пока люди руководствуются тем что написано на коробках давайте посмотрим что написано на коробках которые у нас сегодня на тесте итак начнем с пионера пионер решили не заморачиваться с крутой полиграфии почему потому что тут наверное бренд большую роль сыграет пионер очень известная компания и люди примут решение о покупке на начальном этапе компания которую они больше знают больше доверяют дать пионер старше всех этих компаний имеет очень хорошую репутацию и как бы здесь наверное решили именно из этого сэкономить на полиграфии у нас обычная картонная коробка как от профессиональной акустики и некоторые технические характеристики первое что мы видим на что вы обратите внимание не разбираясь в автомобильных сабвуферах это корпус корпус сделан из материала влагостойкая фанера причем указано именно из какого дерева это сделано из березы я не знаю хорошо это ли плохо если честно может быть если вам не пригодится этот короб или когда у вас сломается сабвуфер вы сможете переработать эту фанеру добыть из нее березовый сока хотя бы и насладиться божественным вкусом березового сока из короче корпус из березы это наверное это круто дальше у нас идут некоторые технические характеристики которые в принципе вам ни о чем не скажут это тип корпуса закрытый ящик вы не разбираясь в автомобильных сабвуферах не знаете что значит закрытый ящик открытый ящик скажу простыми словами закрытый ящик будет играть звуковое давление с него будет меньше но играть он будет большее количество частот на одном уровне то есть в плане качества звука такой ящик более правильный и но более тихий у нас указан диаметр динамика максимальная и номинальная мощность максимальная на пионере заявлено 1100 ватт на cv 800 ватт на супре видимо максимальная мощность нереальная можно вливать сколько угодно они и не указали на что вы будете смотреть дальше чувствительность у нас опять же на пионере указана самая высокая на супре она вообще не указана и на cv она указана меньше чем у пионера почти на 10 децибел не знаю стоит ли на это обращать внимание как и меряется для что о чем она говорит зачем она нужна вы можете загуглить я не буду сейчас ликбез устраивать но скажу честно вот сабвуферах вот этого сегмента вот этого уровня можете на этот показатель не смотреть дальше мы обращаем внимание что у нас сабвуферы активные отцевые супра и у нас указаны фильтра и вот на носу при у нас указаны как вы можете порезать сабвуфер о чем вам это говорить вы сможете срезать ненужные частоты сабвуфера допустим есть если он там воспроизводит голос да вы это слышите вы сможете фильтром это убрать у пионера соответственно это только можно будет сделать на внешнем усилителе либо на магнитофоне показатель этот называется на магнитофоне и на сабвуфере и на усилителе lpf low-pass фильтр фильтр низких частот он отрезает от низких частот высокие частоты то есть вы можете слушать нас сабвуфера только не за сопротивление у нас на пионере указано 4 ома на супре она вообще не указана она цве у нас очень большая очень большая загадка у нас указано сопротивление 4 ома и вместе с этим нам говорится о том что это сабвуфер 2 по 4 ома что это означает это означает что они понятия не имеют что такое сопротивление у нас не может быть сопротивление сабвуфера 4 ома если у него две катушки по 4 ома вы можете соединить их либо параллельно и у вас получится на выходе 2 ома либо последовательно у вас получится 8 вот это вот надпись 4 ома на коробе говорит о том что не заказчик не производитель не отдавали себе отчет в том что они пишут и это бредятина сопротивление этого сабвуфера либо два либо 8 он я подозреваю что раз он активный и уже подключен то он подключен скорее всего в 2 ома мы это проверим когда разберем ну и посмотрим заодно качество сборки качество проводов ну и самих усилителей мы тоже разберем на acv и на пионере у нас указаны размеры сабвуфера это очень удобно при покупке вы можете понять хватит ли вам места в багажнике или сколько вытеснет место из багажника этот сабвуфер по внешнему виду на мой взгляд пионер выглядит как корпусной сабвуфер единственный из них супра это вообще непонятные непонятная труба с защитным грилем в виде колеса вот реально намекают на то что этот сабвуфер будет пятым колесом у вас в автомобиле красивый наверное дизайн сейчас мы разберем посмотрим как это вживую выглядит на коробке это выглядит крайне непрофессионально acv выглядит гриль как дешевая китайская поделка но надо понять что свои функции он будет выполнять вы не сможете проткнуть динамик остальными вещами которые будете перевозить в багажнике пионер здесь защищен хуже всех но на него можно докупить отдельную сетку если уж вы боитесь за динамик вообще по надписям по информации которую производители указывают на коробках то что вы видите первое при покупке пионер здесь наверно самый самый наиболее приближенным к нормальным каким-то значением адекватным потому что на цв мы видим какие-то загадочные какой-то загадочный диапазон воспроизводимых частот до полутора тысяч герц зачем сабвуферу играть полторы тысячи герц сабвуферу не нужно играть даже выше 100 герц выше 80 это в принципе уже работает midbus зачем они оставили такую возможность наверное скорее всего либо эта надпись просто филькина грамота либо так получилось фильтр там как-то оставили не доделали не знают он мы тоже проверим но вот эта надпись бредятина вам не нужно 1500 герц сабвуфера у вас сабвуфер достаточно чтобы воспроизводил частоты до 80 герц а то и ниже учитывая любителей низкого баса те вообще не выше 40 не слушают многие многие сабвуферы даже выше 40 не могут воспроизводить до взять тот же сандаль сетку или или x они длинноходные рассчитанные чисто на низа верха не играют по поводу максимальных заявок 800 и 1100 ватт у 5 у отца в его пионера соответственно и дай вам бог влить киловатт в этот в эти сабвуферы ходил один хоть во второй мы говорим о реальных киловаттах написано что это максимальная мощность я не знаю что это означает на одну секунду их не можно давать такую перегрузку или семь секунд они выдержат но если у вас моноблок киловаттный то я вам не рекомендую вливать в эти сабвуферы столько на первый взгляд такие сабвы могут выдержать выдержать не более 250 300 ватт честных максимальный или номинальный у вас не больше они точно не переварят они перейдут пойдут в нагрев и скорее всего с такой мощи они выйдут на такую амплитуду что они механически просто не смогут выдержать и скорее всего что-то там отвалится сломается порвется шайба или или подвес не знаю но это очень большие мощности для таких сабвуферов и я бы на месте производителя конечно то принято вот в сетях типа медиамаркты видео эльдорадо и прочих указывать побольше этих ватт потому что люди покупая понятия не имеют чуть и ватт обозначают некоторые выбирают там где побольше вот смотря на на cv смотря на пионер я думаю многие выберут пионер потому что подумают там на 300 ватт больше надо брать теперь откроем коробки посмотрим комплектацию внешний вид динамиков я скорее всего буду материться я прислушивалась комментариям отцов которые вместе с детьми смотрят наш канал и меньше стал материться запикиваю мат хоть это очень многие мне нравится горят саша матерись надо понимать что смотрят и дети девочка там маленькая он записывал видео недавно баси когда просила подарить ну поэтому мат мат я думаю будет когда мы будем смотреть на эти сабвуферы без него ник никуда не деться но будем запикивать начнем из супры не знаю почему просто мне очень интересно посмотреть на это колесо так мы видим справа комплект проводов это по всей видимости силовые с предохранителем на 30 ампир провода достаточно тонкие гарантия какая-то межблочники судя по всему очень качественные они не весят ничего 10 грамм я не знаю это какой-то алюминий скорее всего буду говорить это мы видим подключение это акустические провода видимо на саб либо по высокому уровню скорее всего получения сигнала подцепляемся колонка мы получаем без если у вас нет рца выходов вы можете колонкам подключить вот такие вот провода выносной регулятор баса это вот провод от него и сам регулятор чем это регулятор бас бусто они уровня баса и видим какие-то штуки это видимо закреплять сабвуферу багажнике это сверхпрочная ткань сделанная по космическим технологиям которая должна удерживать сабвуфер я так думаю скорее всего так и сам сабвуфер вот оно это чудо это похоже на колесный диск на очень поганый колесный диск сделана из пластика куча заусенцев здесь уже к следы каких-то не знаю это когда красили пыль на попала вот и сам динамик да вот это у нас фазоинвертор это усилитель это его радиатор охлаждения мы его разберем посмотрим что там за усилитель предохранитель у нас стоит здесь на 30 ампер я не знаю почему так сделано у нас предохранитель защищает и сам усилитель и получается что на силовом проводе еще стоит предохранитель это совсем они перебздели через два придано все это соединено настройки достаточно удобно у нас есть lpf у нас есть game и bass чтобы это не означало bass boost скорее всего да вот подключается у нас по высокому уровню это я был неправ а да по высокому уровню вот мы подключаемся у нас можно подключить по высокому уровню сигнал попросить короче вот внешний вид это боль я не знаю возможно это где-то какая-то мода будет но вот о очень дешевый пластик ой да это все разваливается вот клея видите как налили в общем вот я рекомендую этот эту защитную сетку сразу снимать туда на хоть на что-то похоже этот сабвуфер вот послушаем еще как он играет но вот теперь первый первый взгляд на него но это вообще вы смотрите как ломается как я говорил уже без мата это в принципе невозможно на это смотреть поэтому охарактеризуем первый взгляд на этот сабвуфер как надеюсь сам динамик будет получше так теперь откроем от всего от всего мы видим инструкцию тут тоже кстати трубы бывают инструкция как его подключить его вы не поймете ее надо делать цветах чтобы вы поняли хотя тут всего четыре провода ладно я шучу тут у нас также ремонт вас буст управлением вас бустом лучше или хуже чем супри я не знаю и комплект для подключения это у нас межблочный кабель но чуть-чуть тяжелее чуть-чуть повесить уже достаточно подозрительно выглядит акустические провода не знаю зачем полосок ремонт и силовой кабель причем по моему только плюс и надо отдать должное их маркетологам молодцы провод очень толстый толстая есть только изоляция сама жила видит видно в два раза меньше чем могла бы быть хрен его знает берут березовой березовая ли это тут фанера короб выглядит достаточно аккуратно вот это вот дизайнерское решение я не знаю что это кожи гусиная кожи об этом назвал пупырышки видите это лучше чем карпит конечно в плане долговечности хотя не знаю мужчин трется получше конечно гриль здесь и визуально хотя такой же китайский этот ну и хоть не ноляпали там вот это вот надписи и не видно никаких пузырей зато мы видим зазоры все разные не знаю может не докрутили может просто не получилось самого динамика ход меньше видим фазоинвертор в котором увидим если заглянуть туда усилителя внутренности сам усилок у нас находится здесь лпф у нас до 150 герц понятно да что на коробке приврали а хотя нет кроссовер включается выключается то есть вы можете его выключить и сабвуфер вас будет воспроизводить все частоты если верить корр коробки то вплоть до полутора тысяч герц вы сможете его слышать слушать зачем-то фазу можем перевернуть то есть фазе или противофазе он будет играть там смит бацами то есть такая задержка грубая уровень ну регулируем уровень сигнала и подключение вот для подключения у нас здесь провода почему-то только плюс а нет масса вот это что вообще они это плюс это через пред только плюсовой провод комплекте может где-то еще масса есть и просто не увидел скорее всего и снизу вот ножки я харина зачем он ножки это вот как бы для домашки может больше подойдет в в машине дал нужно по-другому нужно делать или клейкую ленту какую-то или ну не знаю выглядит в общем печально как китайская как китайское изделие мы пока говорим о внешнем виде возможно он играть будет лучше чем все остальные смотреть на это тоже как бы весьма печально могли бы сделать чуть посолидней и пионер сразу видим руководство пользователя достаточно скудно на листе а4 на принтере распечатано вот это вот штука поддерживается буфер просто внутри ничего нет и сам сам ничего у нас больше в комплекте видимо нет еще одна держалка так видим всем привычным нам карпит вот эта надпись тысяча сто ватт макс не забыли добавить фазоинвертора нет ящик закрытого типа здесь терминал и достаточно качественно еще сделано прикручено ровно без излишек под карбон диффузор достаточно плотный сабвуфер небольшой ход судя по всему ну вот единственный недостаток здесь отсутствие защитной сетки гриля который в принципе на на можно докупить отдельно ну или или не париться пробить вот такой диффузор достаточно сложно будет очень прочный на на первый взгляд и снизу видим вот такие вот штуки которые прилипнут к полу если он у вас из карпита или из какой-нибудь другой ткани удобное решение на самом деле степлером они прибиты и нам остается только подключить эти сабвуферы послушать какой как играет снять давление на разных частотах и спалить их потом мы разберем и посмотрим так мы готовы к запуску у нас багажнике супра сейчас смотрим какую громкость она может играть и на всех частотах прогоняем смотрим где будет пик вылазить где на каких частотах общем какое давление я буду на каждой частоте громкость чуть-чуть добавлять смотреть максимальная для собой или нет но в пределах разумного чтобы сап раньше времени не сдох и так поехали показывай вот так чтобы здесь было видно и чистоту а то есть мы здесь что видим у нас нет у нас пик вылазит на 50 сейчас посмотрим на 54 герца 48 то есть и ниже он уже не играет практически да он пованивает усилитель прогрелся так чуть-чуть не сильно у нас лпф чуть-чуть убран короче сапсоников ничего нет то есть он играл сколько может день на всю сейчас попробуем по-другому расположить может нам это чуть-чуть прибавку до так как его поставить еще по-другому давай динамиком вперед порта назад может так что-то будет давай вот здесь мы видели что ниже 40 сап вообще не играет вот 40 герцем а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот он играет только самые верха Вот 50 Гц ниже, у него идет уже очень сильный спад То есть здесь он не играет Так, и смотрим сколько он может максимально надавить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часто 30,5 дБ максимально он может Так, теперь АЦВ Также прогоняем по частотам Смотрим какая полка, какая громкость общая И потом максимальный результат смотрим с него Начинаем с 35 Здесь мы уже что видим, мы уже видим, что он работает на низах То есть вот на 35 у нас уже есть давление А Супра у нас начиналась там ниже 40, она вообще не играла И начинала играть там где-то с 45 более-менее Сейчас посмотрим как этот, остальные не заиграют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот видим опять высоковатую настройку Но в отличие от Супра он играет хоть как-то не за И более ровная полка получается Нету такого горба прям на верхах То есть где-то до 45 это в принципе приемлемая громкость Ниже 45 тоже идет провал, но хоть что-то есть У Супры низов не было вообще Вот этот также горбит на 55 примерно Но вот здесь мы видим более-менее ровную полку Ну то есть в принципе этот бас уже как бы по качеству звучания будет наиболее приемлемым Если выбираете Супра и АЦВ Ну Супра это вообще Да простит меня эта компания Но этот сабвуфер это не сабвуфер Я не знаю что это Пятое колесо реально Вот АЦВ в принципе Что-то похоже уже на сабвуфер Сейчас послушаем Пионер А максимальный сейчас результат посмотрим Вот у нас 133.7 Ну это на полке Я не думаю что больше у нас получится У нас практически мало Ну 133.5 почти Будем считать получается на 3 децибела Да Супра была 130.5 Или 131.5 130.5 по-моему Не помню Посмотрим потом Но на 3 или на 2 децибела он громче Это кратно громче АЦВ гораздо громче Супры Но Также видим большой подъем на высоких частотах На низких завалах Хоть и не такой серьезный как у Супры Сейчас подключим Пионер Так и теперь тестим Пионер Пионер у нас в закрытом коробе То есть давление у нас должно быть кратно ниже Посмотрим Какие частоты он воспроизводит Какие не воспроизводит Ну и насколько громко Так Начинаем также с 35 Гц Летят Трогие Критер Объем Трогие Подъем Отъем ектор Супры Паме Паргstan Подъем Добъем Подъем И Подъем Продолжение следует... 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 Усилитель мы подкинули КАП-23... в принципе бюджета но можно найти более бюджетный но как бы тут запасом мощи усилить этому сабу хватит и меньшей мощи а потом купил альфар 1203 ты умнее людей не ночью манит приход есть в розетку бункта к смотри есть синтепон даже чуть не крош тест на часа за три порт покаж вот ночное видение чего-то на супра вот он магнит саба магнит для сравнения 20 так и чем у нас от всего а покажи сам динамик тут уже потяжелее гораздо магнит почему супр и тяжелее в два раза где-то вы катушки соединены параллельно а тут вот цв это картонная труба на герметик прикреплена фаза инвестор чистый лучше играет за туда венчик а вот паша повар тут что-то мягкое есть тут мы видим кишки усилителя ну не знаю такой же он как на супре не такой же типа усилитель чудом пионер раскрутил давай глянем красиво настолько красиво что хрен его знает что там за магнит закрыли какой-то пластиковой штукой с них снятие сможем или нет что-то уже вывел вот красиво на магнит охлаждение сделано и охлаждение даже здесь сделано в диффузоре супра это пионер я целую самую большой магнит конечно паша сейчас закроешь половину картинки так не воспринимайте только этот краш-тест серьезно тут у нас не очень одноклассники не и мало им сопротивление конечно им бы побольше я думаю помрут быстро поэтому паша сегодня у нас паша на пульте давай вот эту розетку вот такая тут туда в эту вилку эту розетку подожди подожди я скажу давай доставай вот есть дым нормально так дым и открывать дверь пусть проветрится паша такой на фоне гранты смотри какая фотка так кто следующий а цв да ладно так у нас этот сабвуфер сопротивления больше меньше чем у остальных у него два ума ну и магнит побольше магнитная система покрепче может быть будет дольше жить может нет давай подожди сейчас давай есть этот хуже воняет химикатами сейчас мы их откроем так и что следующий кто пионер да пионера удобнее всего подключать на воняет так как так и пионер с эти отцы вы не намного дольше жил до у него сопротивление ниже но магнитка побольше ну давай теперь пионер поехал все а ну-ка ну не сгорел что-то там произошло может подводящий оторвал да нет они на месте заклинило да нет он целый непонятно мышь пробки выбило а ну давай еще не те кто хотел написать лучше бы мне отдали пишите прямо сейчас можете уже начинать тут игрушечная катушка намотанная на фольгу прям вот на откровенную такую фольгу вся проволока там осталось зазоре прям не достать ты смотри для и воняет не кисло так так это subro катушка очень детская прямо очень я не думаю что на пионере будет что-то крепче но там хоть на заявлено это как на качество ну посмотрим отсылы катушка все на месте осталось а вот каркас а это каркас и есть каркас достаточно не ну и не знает она за катушку сорвать чтоб сказать по-моему так такое же дерьмо как на супри но клей гораздо лучше нижняя часть обмотки вообще осталось на месте приклеена намертво катушка покрепче гораздо крепче вот туда бюджетный довильный саб и пионер может погоразить? да я думаю они не откажутся у него катушка целая где-то произошел видимо обрыв он не успел даже прогреться катушка целая и очень очень прочная я не могу пальцами сдавить слушай в натуре крепкая и намотана явно не на фольгу какой-то алюминий это видимо каркас такой выглядит очень прочный она выглядит гораздо прочнее чем тут ну тут диаметр катушки другой просто видно да что в разных категориях сабы находятся у пионера катушка меньше и для саба который рассчитан на качество звучания а не на давление достаточно внушительная конструкция и выглядит сборка очень-очень крутая да? посмотри клея нигде излишков нету выглядит классно ну странно что он замолчал где-то видно где-то видно просто пробой вот наверно по вот этим проводам либо подводящий внутри где-то отгорел он даже не выглядит сгоревшим так что мы видим выводы по тесту у нас основная цель была на четыре вопроса ответить играет ли роль оформление нужен ли или не нужен фазоинвертор и обращать ли внимание на бренд давайте и какой-то еще вопрос был не помню а активный нужен или нет активный сабвуфер то есть со встроенным усилителем или нет давайте что мы увидели если мы хотим прийти в магазин и без заморочек купить нам нужно очень аккуратно выбирать если мы хотим сразу и с усилителем со всем вот такие сабвуферы как супра я к покупке не рекомендую это откровенный шлак шлак как вот сам сабвуфер на что он намотан тут видно и материал катушки и материал каркаса и как он отработал то есть он не играет половину частот хоть он и с фазоинвертором этот фазоинвертор настроен в никуда усилитель этот не знаю сколько он там выдает но он откровенно слабый не получается возможно можно было и больше давления снять сабвуфера если был помощней усилитель а цв в этом плане интересней у него хоть как-то настройка работает у него полка есть более-менее у него давление больше чем у двух других ну чем у пионера понятно пионер закрытом ящике но чем у супра он почти в два раза или в два раза я не помню если честно там на два или на три децибела он громче если он громче на три децибела это в два раза разница в давлении вот в общем если надавилова и без заморочек от цв в принципе можно купить но очень смущает тоже вот этот вот ящик который непонятно кем и как сделан а вот эти швы на ящике гусиная кожа вот этот усилитель который является частью стенки если его открутить мы увидим внутренности короба и порт который закреплен на герметике который со временем мне кажется отвалится либо от влаги разлезется но он из картона реально фазоинвертор сделан из картона вот пионер из всех как бы он и по заявке самый слабый и катушка у него меньшего диаметра и заявлен он как скил и в закрытом ящике в принципе больше от него требовать не надо и в плане давления ну вот относительно а цв это это нормально такая разница он недалеко ушел от супры не намного меньше но это логично когда я ящик в закрытом коробе он не должен громко играть вот поэтому делая выводы от пионер у нас самое качественное изделие и от всего начиная от самого динамика каркаса подвеса то есть никаких излишков клея все очень качественно собрано хорош хорошим карпетом короб попшить снизу на коробе очень удобные вот эти вот штучки сделаны которые прилипают к полу ну как удобный для вас удобный мы сегодня затрахались его от этого пола отдирать вот вам будет удобно на на цв там эти пупырышки которые как для домашней акустики сделаны я хрен его знаю не очень удобно в багажнике а супра вообще надо нитками перевязывать короче если если заключение давать супра начиная вот этого пятого колеса гриля и заканчивая вот этим портом полукруглым и усилителем кишками вы видели ну это стыдобо я никому не хочу портить продажи но этот сабвуфер никто не делал чтобы его слушали его делали вот просто чтобы один раз продать никто не будет делиться впечатлениями как у него хорошо играет и люди не пойдут еще покупать на это и упор в этих сетях типа альдорады видео видеомарк там расчет идет основной на большой поток покупателей и очень легко продать импульс на продукт для импульсной покупки тут все здорово оформлено тут у нас красивая коробка куча красивых надписей форма вот необычная типа труба и как бы меньше места у вас вроде займет активный он там у него усилитель есть на борту все дела для импульсной покупки он подойдет я не думаю что вы его купите вам понравится вы расскажете друзьям ну там на это расчета нет АЦВ отморозкам молодым у которых денег нет и мозгов чтобы купить дополнительные усилители правильно это все подключить можно я рекомендую неплохое изделие но то что меня смущает я сказал там очень много но очень много есть над чем поржать пионер ничего необычного в плане громкости кому нужен качественный бас и ну есть как бы какой-то опыт и вы не хотите сэкономить на вот вот этих вот позорных усилителей усилителях вы можете докупить набор проводов можете купить усилок подключить самостоятельно у нас есть видео которые рассказывают как это сделать либо обратиться в ателье в любом случае вы получите гораздо более качественные качественную связку я очень сомневаюсь вот в этих усилителях которые там два транзистора и три микросхемы и как бы у вас будет более качественное изделие хотя если вам нужно давление конечно вы здесь проиграете вам нужно искать такой сабвуфер 12 диаметра то есть желательно с фазоинвертором а еще более желательно сделать этот короб самому и внешний вид ну супра все понятно да вот это колесо это разламывающееся это сразу нет АЦВ очень спорный вот этот вот колпак вот это вот нотка нотка хай-тек надпись под ноткой я не знаю что это означает Аксессуары 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 для автомобилей я теперь знаю что такое АЦВ кстати вот ну спорно пионер самый красивый аккуратный сделанный но если вы хотите валя лайк чтоб кишки выворачивала ну это тоже вам недостаточно чтобы кишки выворачивала но этот будет погромче писал сегодня комментарии типа вы занимаетесь супра отличный сап вы занимаетесь какой он отличный сап а ну вот что это такое это же намотано на на фольгу вот это катушка скажи а ты паяльником его еще раз этого это качественное изделие не самое громкое но пионер они только начинают делать громкие вещи у них что у них у них эстрадка да динамики 350 400 800 и 650 из эстрадки появились у них усилители тоже там какие-то на SQ рассчитанные ну вот магнитолы они на вот это делали все до упора я думаю сейчас пойдут и сабвуферы я надеюсь вот ну как бы это видео из компании пионер люди увидят очень ну это очень хороший старт это очень как бы крутая конструкция ее воткнули в розетку ничего не произошло она замолчала где-то слабое место конечно но я думаю эта катушка выдержала бы гораздо больше если этот короб мы будем использовать с фазоинвертором ну я уверен он даст покурить и АЦВ ну это только мысли вот ну вот сейчас имеем очень качественное изделие это что такое а это выпал ебаная боль посмотри Дэнчик что это за хуйня а ты че межблоки не можешь выписать себе нормальные ну вот пока меняли межблочники разобрали пацаны чтоб достать отсюда мистери у Дэнчика тут антиавтозвук ну мы так и задумывали в антиавтозвуковой машине такой тест сделать у Дэнчика что-то слишком антиавтозвук мистери ну сейчас уже новые межблочники кинули а че за межблочники вот он моноблок а теперь у нас ремот отвалился Дэнчик он он у нас недавно работает он короче узнал о loud sound из группы антиавтозвук и думал что так и надо все делать и вот наделал тут ремот отвалился представляете какой этой одной сделаем тест я его в антиавтозвук в начале размещу ищу